Всем привет! С вами Алис Канамберила. Я поздравляю милых дам с праздником, с 8 марта. Желаю вам любви, много мечт, творческих успехов. Пусть всегда у вас сопутствует только хорошее настроение. Ну и дарите радость близким, как говорится, бабочке в животе, весна на душе. Ну и гусары тоже поздравляют. Геннадий Удальцов пишет, милые женщины, поздравляю вас всех с наступающим женским праздником. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Будьте вечно молоды, красивы и веселы. Отличные поздравления. Алексей Васильевич тоже пишет, привет с берегов Байкала, всех мадемуазели, мадам, сеньорит, леди, женщин, девушек, девочек с праздником. Вот, прекрасно. Задали прям отличное настроение на сегодняшний день, я думаю, для прекрасной половины человечества. Ну а мы идем теперь дальше и смотрим, что у нас с погодными условиями. Начинаем с Европы. Какие здесь процессы происходят. Мы видим, что здесь циклоны скромно, но пытаются все-таки пролезть. Европа вот здесь по югу получается. Да, хвостом через Францию, вчера в Испании были, сегодня во Францию пролез. Тут влияние и на Корсику, и на Сардинию, и на север Алжира и Марокко. Даже какие-то вот здесь кусочки. Ну это слойка, понимаете. У нас сегодня опять ночью было ясно, какие-то морозы ударили. Ну небольшие, конечно, но все равно морозец был. И вот как раз я утром бегал, вроде бы как бы рассвет должен был быть. Потом гляжу, идет слойка. Ну и в итоге все накрыло. Как-то слойку вот так вот уже ближе к середине марта не ожидаешь увидеть. Прямо какая-то январская погода. Вторые процессы происходят. Вот здесь вот в районе Балкан. И мы видим вот Турцию. Турция сверкает опять. Там какие-то смерчи образуются. Вот сюда хвост опускается. Третья система находится... Кстати, смотрите, вот в Украине так и остался. Вот это какой-то хвост, который практически вот идет через всю страну таким узким слоем. Да, как-то необычно. Буквально пару сотен километров и севернее, и южнее. То есть вот эта слоистость так и осталась. И в принципе вот здесь вот стал такой хороший антициклон над Германией, Польшей, Белоруссией. Вот севернее тут опять слойка попалась. И опять вот здесь Карелия. Вроде бы как хорошая погода стоит. Непогода у нас происходит на Кавказе. Наблюдается. Но ничего такого серьезного вроде бы отмечено не было. Ну давайте почитаем, что пишут люди. Алим Будаев пишет из Кавказа. В Нальчике вчера был какой день? Минимальная температура плюс 1,7. Максимальная плюс 2,7. Представляете, суточные колебания 1 градус всего. Временами шел слабый дождь, переходящий в ледяную крупу. Отмечались туман и морось. Вот так вот. Такие вот довольно-таки мрачные погоды в Нальчике. Саша Запорожский пишет. Город Днепр. Ясно и без осадков. Северный ветер, но плюс 1 градус. То есть не жаркие температуры. Наверное, прохладно. Евгений Вдовищенко пишет. Из Севастополя. Облачность говорит над Севастополем. Да, действительно подтверждаем. Ну, здесь в Турции прям гроза. Утром столбик термометра показывал плюс 7 градусов. А днем прогрелось до плюс 10 градусов. Ну, как-то не особо, да? Тоже перепады температур. В начале следующей недели в Крыму потеплеет. На смену холодному воздуху постепенно начнут поступать более теплые воздушные массы со зреиземного моря. Ну, да. Пока что вот для таких широт как-то март довольно-таки такой прохладный получается. Так. И вот вчера в Абруццо, в Италии, выпал град мощный. Сейчас как раз эта система перешла на Байкалы, на Балканы. И там выпало до 10 сантиметров. То есть такой как снежный покров прям все стало белым-бело. Так что итальянцев вчера град порадовал. Так. Давайте подальше теперь посмотрим. Вот. Захар 307 пишет из города Кривой Рог. Ночью было минус 6. Вчера был очень холодный ветер. На некоторых деревьях уже листики появлялись. Жалко, если отморозило. Да вы не волнуйтесь, у деревьев там на эти случаи очень много резервов. Поэтому ничего особенного не случится. Это, знаете, когда там урожай может немножко там. Вот сейчас расцвели вот эти плодовые там сливы. Там вот я вот эти кушаю, когда бегаю. Сейчас смотрю как-то рановато. Но несмотря вот когда уже бежал обратно, там солнышко появилось. Уже там какой-то шмель работал. Понимаете? То есть не дремлет тоже. Так. Денис Хантер пишет. Алекс, привет. Когда первые грозы в Харьков придут? Сложно сказать. Мы видим, что вот здесь вот есть потенциальные такие еще циклоны. Которые могут с собой принести. А так недалеко от вас уже вот здесь. Вот северо-запад Турции. Мы сейчас видим. Сверкает. В Западной Украине были грозы. То есть вполне возможно, что уже совсем скоро настанет сезон. Через месяц-полтора точно. Так. Александр из Казани пишет. 7 марта днем плюс 1 пасмурно. Ночью минус 5. Сугроба 64 сантиметра. Ну вот так вот медленно, но верно потихонечку уменьшается. Сугробы. Ольга Шаламова пишет. О, пропустил поздравления. Просто не ожидал. Ольга Шаламова пишет. Всю женскую половину канала с 8 марта. Пусть весна будет не только на улице, но и в душе. Мира, добра и взаимопонимания. Отличные пожелания. В четверг в Казани было пасмурно. Минус 2 градуса. Начали понемногу дворы от снега очищать. Надеюсь, это нас спасет от потопа. Ну да, если, по крайней мере, город расчистит, то будет. Но у вас там сейчас другая проблема. Я видел там сосули падают с крыш. И это вот опасное очень явление. Потому что если она попадет, то там вероятность плохого исхода близка к 100%. Так, вот такие вот новости. Егор пишет из Ленинградской области. Полезно, когда фактически онлайн светило, энергия светила в норме или почти, когда она в гневе. Я чувствую эти энергии, даже через облачность глухую. Лишь только когда ночь нет головной боли. Но это влияние, да, есть. Это никто не отрицает. Так, юзер UG9 пишет благодаря за обзор. Трисердечко. Спасибо вам большое. Ну, мы идем дальше. Давайте теперь перейдем. Посмотрим, что у нас в районе Урала. Ну, здесь по Волжий Урал. Здесь облачность. Ну, кое-где прояснение. В Западной Сибири. Тоже мы видим кое-где прояснение. Женя 86 пишет. В городе Сургут минус 20 градусов было. А Константин Антипин пишет, что в Тюмени утром температура была минус 11. Днем до минус 3 градусов. Ну, в принципе, уже такая хорошая погода получается. Вполне неплохо. Да, вот здесь пропустил еще из Великих Луг. Александр Кузьмин описал сегодня утром, что было минус 8. И ясно. И все покрылось иньем. И он поздравляет с праздником весны, милые девушки. Илья Ляхов пишет, что в Белгороде, это чуть южнее, вот сюда, недалеко от Харькова, сегодня ожидается малооблачная погода и должен быть хороший прогрев. Да, вот сюда вот как раз, смотрите, в этот угол к вам, к Белгороду подтянулась ясная погода и ожидается до плюс 4 градусов. Вот такие вот новости у нас из Белгорода. Так, ну что, давайте теперь в азиатскую часть переходим. Казахстан. User PL5 пишет. А у нас никакой весны. Ночью морозы, днем опять морозы. И по прогнозам до 15 марта. Хочется ручьев, капелли, сырого ветра, набухающих почек. Ну, где это? Западный Казахстан, Кандагаш. Ну, скоро-скоро придет, просто сейчас к вам очередной циклон, мы видим он за Кавказом, через Каспий, вот сюда вот просочился, да, из Турции практически, из Черного моря, отсюда вот к вам идет. За ним, соответственно, будет ложбинка, скорее всего, и который принесет небольшое похолодание. Ну, а потом, все-таки, рано или поздно придет тепло. То есть, такие моменты. Так, идем дальше теперь в сторону Сибири. Алтай, здесь Южная Сибирь, есть облачность. Так, вот здесь какой-то мини-циклончик такой по югу Сибири идет. Вот, дошел как раз прям до озера Байкал, но вроде-то в Иркутске должна быть хорошая погода. Давайте почитаем, что пишет Алексей Васильевич по этому поводу. В Иркутске по погоде без изменений. Время 15.50, солнечно, без намеков на облачность. Температура плюс 3 градуса весна. Ох ты, как прекрасно. Ну, видно, что облачность севернее. Вот Убратск, Киринск, вот здесь Севербайкальск, там такие серьезные облачности. Все это идет в сторону Якутии, в сторону Ленска, Олегминска. Потому что в Забайкале тоже хорошие погоды стоят. Ну, и в самом Якутске неплохо. Там уже ночью даже до минус 30 не доходит. Где-то минус 29, днем минус 14, минус 15. Такие температуры. На Камчатке вот здесь все еще где-то в районе Оливудских и Командорских островов находится циклон, который влияет и на Камчатку, и даже на Магаданскую область, и немного на Чукотку. Тоже хвост его уходит сюда, в Тихий океан. И вот циклон выходит с Японии. Смотрим, куда он пойдет. Даст ли ему вот этот циклон подняться сюда, на север. Так, смотрим Тибет. Здесь облачность Южной Китая. Смотрите, тоже облачность такая. И вот мощные такие грозовые системы над Индонезией, Северной Австралией и Западной Австралией. В этом году Австралию заливает просто постоянно, бесконечно. Такое ощущение, что там скоро и пустыни не останется. Видите, и сверкает каждый день. Ну, хвосты отцепились от Южной Африки. Вроде тут Мадагаскар. В реальной зоне мы видим штормовые системы. Вот грозовые ячейки. Ох-то, смотрите, здесь практически такая мини-ячейка. Ну, как ярко она сверканула на севере Аргентины, недалеко от границы с Парагваем. Здесь вот еще более крупная ячейка есть. В Бразилии здесь, в районе экватора, тоже мощные активности. В Перу, в Боливии. Так, смотрим теперь Америку. Ну, вот этот циклон практически уже вылез. Влияет вот здесь на Новую Скотти только Ньюфаундленд. А по великим равнинам в районе Миссисипи мы видим, что здесь продолжаются мощные грозы. В Техас тоже сверкает во всю. То есть, все остается довольно-таки активным. На западе Канады вот здесь вот находится циклон, который хвост проходит через Канаду и с северо-запад США. Ну, вот это вот основные процессы, которые мы сейчас рассмотрели. Да, вот США, в Сан-Франциско, вы знаете, что-то авиация вызывает какие-то прям вопросы большие. Это United компания, очень много на нее жалоб. Но последний случай, это вообще из ряда вон выходящие. При взлете самолета у него отвалилось колесо, и это колесо попало в парковку. Да, вот просто по случайному стечению обстоятельств никого не было на парковке в этот момент. А так там разбило несколько машин, снесло там забор. Ну, то есть, там целая такая история устроила. Такие вот курьезные моменты. Но в целом как-то чувствуется, что техническое обслуживание-то хромает. Так, ну, смотрим теперь, где какие осадки. Запад Канады на побережье дождик, горах снег. Мощные грозы здесь в центральной части США. Вот зона залива, небольшой снежок. Здесь у Ньюфаунленд. Дожди сегодня. Это Испания, Франция будет в Европе. В районе Греции, Турции западной. Балканы немного. Кавказ, западный Казахстан. Ну, и вот этот циклон будет небольшой снежок вызывать на севере-восточной Европы. В Поволжье, Урал, вот там и Западную Сибирь, то есть такой вот растянулся. А в Южной Сибири здесь тоже такая система. Ну, и в Восточной Сибири, да, мы это тоже разобрали. Ну, вот это довольно-таки мощный циклон. Здесь никак не отклеится от Камчатки. Ну, и влияние мы видим даже на Магаданскую область, на Чукотку. И вот этот его тоже собрат такой с большим потенциалом. Север Австралии, Африку все разобрали. Давайте посмотрим, как это будет сегодня ночью выглядеть. Циклон вот этот в Бискальском заливе, видать, имеет серьезное намерение ударить по Франции. В Италии здесь остатки циклона. Турция, смотрите, этот с Ямала в итоге дойдет практически по Уржи до границы с Казахстаном. Чуть ли не до Саратова дойдет. И с другой стороны будет растянуть чуть ли не до Таймыра. Вот так вот самая растягивающаяся система. Но вот этот от Каспии оформится в отдельный циклон и будет находиться в центре Казахстана. Мы видим даже кое-где гололед, а южная часть его принесет осадки в Средней Азии. Ну, это хорошо. Смотрите, в районе Персидского залива здесь мощная грозовая система ночью будет, да, как раз в районе Эмиратов. И в Сибири, ну, небольшой снежок, а также в районе Камчатки. Ну, пока идет восточный, пока мигрирует восточный вот этот циклон. То есть решил не подниматься на север. Давайте посмотрим, какие завтра днем будут процессы. Да, завтра, мы видим, накрывает Испанию, Францию. Будут мощные там дожди Италии, Балканы. Восточная Турция, Поволжье, Казахстан. Чуть южнее Таймыра здесь, в Западной Сибири. Ну, и мелкие осадки в Якутии. Восточная Сибирь. Может быть, Забайкалья совсем чуть-чуть. Магаданская область, Камчатка. В общем-то, циклоны так и оказывают влияние. Да, и вот здесь Оман, Объединенные Арабские Эмираты. Здесь вот эта система довольно-таки мощная. Давайте посмотрим США, что здесь по побережью активности. И вот от Газонного залива до Флориды практически такой непрерывный грозовой фронт спускается. Давайте глянем теперь температуры, которые сейчас наблюдаются у нас. Начнем с Западной Европы. Но вот здесь пока что нет циклона. Он подойдет к вечеру. Так что температура прохладная. Мы видим в Мадриде всего лишь плюс 5. И ветры при этом. Да, сегодня ветер был сильный. Мурсия плюс 13. Париж плюс 7. Монако плюс 12. Лондон плюс 7. Берлин плюс 4 градуса. Прага плюс 4. Варшава плюс 5. Львов плюс 2. Киев плюс 3. Харьков плюс 2. Севастополь плюс 7. Ростов плюс 2. Краснодар плюс 6. Видите, практически везде одинаковые примерно температуры. Смоленск 0 градусов. В Прибалтийских республиках 0. Плюс 1. Санкт-Петербург плюс 1. В Архангельске похолодало минус 4. Мурманск минус 1. Но здесь со стороны Воркуты пытаются морозить. Здесь пробиться. Мы в Воркуте минус 20. Ухта минус 8. Но доходит где-то до Сыктывкара. Ну вот Киров минус 2. В Казани минус 5. В Пензе минус 5. В Саратов минус 4. В Москве минус 2. В Нижнем Новгороде тоже минус 2. В Оренбург минус 7. В Уфа минус 3. В Южный Урал минус 5. В Тюмень минус 6. Такие температуры. В Сыргут минус 10. В Кандиагаш минус 3 градуса. В Астане минус 5 градусов. В Бишкек плюс 10. В Алматы плюс 6. Вот сюда потихонечку пробивается. Наконец-то тепло. Мы об этом вчера говорили. Потеплело в Туркменистане. Здесь Митяшхабад плюс 21 градус. В Ташкент тоже неплохо. Плюс 17. В Душанбе плюс 12 градусов. Вот они пошли. Теплые процессы. Ну знаете, здесь влияние циклона. И Абудаби мы видим плюс 30 градусов. За счет этого прогрелось. И сюда пошло тоже на север. Там вытягивается за счет вот этого циклона. Который находится в Западном Казахстане. И в Туркменистане. Так. На Ближнем Востоке, кстати, не жарко. Мы видим 14-17 градусов. Такие температуры. Западный Китай очень мощными темпами прогревается. 12-13 градусов. Там высота 2 километра. Индия тоже пошла наконец-то в рост. Дели 26 градусов. На юге уже 36-34. Скоро совсем по-другому станет в Индии. Скоро там за 45-50 градусов будет такая жара. Это норма сезонная. Так. Смотрим Южную Сибирь. Минус 7-8. Омск минус 8. Барналу минус 4. Кызыл. Минус 10 градусов. Вот. Видно, что да. Весна пришла. Плюсы у нас в Бакане. И в Иркутске. И в Братске. И даже вот сюда в Киринск заходит плюс 2. То есть прям настоящая весна. Иркутск минус 18. Магадан минус 17 градусов. Анадыр минус 19. Петропавловск, Камчатске минус 5. Южно-Сахалинск минус 7. Комсомольск минус 8. Хабаровск минус 10. Сурисск минус 3 градуса. Пхеньян, Сеул плюс 2 градуса. С одной стороны кажется, что теплее это. С другой стороны, смотрите, Корея. Япония тоже как-то пока что в очень таком прохладном состоянии находится. Пекин плюс 10. Ухань плюс 15. Гонконг плюс 18. Ханой 21. Тоже жары-то нету, да? То есть какая-то такая вроде бы и весенняя погода. Но для таких-то широт, представляете, это даже прохладно. Сравните, допустим, примерно на той же широте. Вот что Хайко, Нейпьедо. Здесь плюс 36 градусов. Лашо выше, чем Гонконг. Здесь плюс 31 чувствуется, да? Так, смотрим Австралия. По западу здесь небольшая полоска жары еще осталась. Здесь тоже в центральной части 35-36 градусов. Но потихонечку чувствуется, что все это сворачивается. Лето вышло в Австралии очень и очень мягким в этом году и очень сырым. Так, смотрим. Фэрбэнкс минус 16 градусов. Анкоридж минус 4. Таляска была. Доусон минус 18. Ну, морозы только по северу. За 30 туда все ушло ближе к полярному кругу. И, как ни странно, в районе Соскотуны. Здесь минус 26. Такая зона холодовая. Вот зона здесь по минус 20. И, кстати, от Лабрадора здесь тоже дается, мы видим, минус 29 на востоке. В районе Великих озер сюда подтянулись плюсы за счет теплого ветра. Вот отсюда, со стороны Мексиканского залива. И ничего удивительного нет, что здесь на Великих равнинах мощные грозы. Потому что мы видим, что с северо-запада здесь заток мороза так и происходит. Вайдахо-фоллс минус 10 градусов. Альбукерке всего плюс 2. В Техасе тоже перепады. Температур довольно-таки много. Большие. И даже в Мексике видим, что прохладно. Так. Ну, в Бразилии вечное лето. Хотя здесь на юго-востоке дотягиваются периодически хвосты со стороны Антарктиды. Поэтому создают прохладу. Юг Аргентины. Здесь пока что еще лето, ну, уже 6-10 градусов. Это же не особо жаркое лето. Кейптаун плюс 21. Порт Элизабет плюс 25. В Африке все хорошо. Нормально мягкие температуры. Давайте теперь посмотрим, какие процессы будут сегодня ночью у нас. Начнем также с Европы. Но попытается еще раз устроить морозную ночь в Европе. За счет антициклона, который находится здесь в северной Норвегии, видно, как сюда задувается такой холодок. Ну, и вот со стороны Ямала здесь тоже за счет циклона, который расширился, ложбинку вызывает. Поэтому замораживает и Прибалтику, и Беларусь, Украину, и Румынию, и Турцию, и даже до Греции доходит. И, смотрите, здесь ощущается прохлада и в Северной Африке. За счет этого и на Ближнем Востоке тоже. С другой стороны теплые потоки воздуха идут со Средней Азии сюда в Сибирь. Устремляются до Якутии. Вот еще один маршрут сюда в сторону Таймыра. То есть все-таки как разнонаправленные потоки. Но в целом пока что картина кардинально не меняется. На Дальнем Востоке тоже пока что все покрыто морозом, закрыто морозом. Давайте посмотрим, какие завтра днем будут процессы. Тепло станет в Европе за счет прихода этого циклона. Будет накручивать, нагнетать перед собой теплый воздух. Смотрите, будет и в Нидерландах тепло, и в Англии будет хорошо. А Прибалтика, Беларусь, Украина. А вот в российской части Восточной Европы здесь будет прохладно. Потому что ветер будет вот отсюда, со стороны Ямала. Ложбина под этим циклоном. И будет это ощущаться даже в Турции и в Иране это влияние. Ну и пытается здесь теплый воздух зайти в Среднюю Азию. Попытается завтра в Сибирь. Заток. Но вот на Дальнем Востоке все пока что без изменений. Хотя морозы немножко упали в своей интенсивности. Давайте теперь посмотрим 13 марта, какие там будут процессы. В Европе будет немножко потеплее практически везде. За исключением Северо-Востока и района Кура-Урала. Северный Казахстан пока что так и останется в морозной части. Ну смотрите, как-то Кламакан в Китае теплеет. Прямо вот это самое лето. И вот смотрите, с Индийского океана. Здесь через Туркменистан, Каспий пойдут. Восточным ветром, смотрите, в Украину. Теплый воздух придет не с Запада, не с Африки, а придет с Индийского океана. Вот это удивительные вещи. Вот реально. И тепло относительно в Южной Сибири. Ну а с вами был Алекс, канал Берега Лапша. Отличного прожения.